Саня, ну что значит опаздую? Ну у меня же сегодня день рождения, а? Ой, ладно, давай бы, праздник праздником, а тут работа подвалила. Ага. Все, мои. Добрый день. Ну да, это был добрый. Знаете, вы проезжайте, я вас не останавливал. В другой день, может, с удовольствием, сегодня не тот настрой. А я к вам. Да нет, у меня сегодня другой повод. Минский проспект 4, пост ГАИ. Ну? Инспектор Поляныца? Он самый. Тогда к вам. Нет, это, конечно, ошибка. Никакой ошибки. Идем покажу. Так, чекай, что ты там мне собираешься показывать? Давай, в общем, я тебе сейчас через праздника даю 100 долларов, и мы не открываем цей черный ящик. Что? 200. Принц, тут. У меня заказ. Идем покажу. Слушай, какой заказ? Почекай, если я кого-то сильно острофовал и у него инфаркт, то я не виноватый. Давай мне контакты родственников, я решаю. Так куда ты идешь? А, слушай, это тот, что с тормозами неисправными, а я его отпустил. То я не виноват. Он мне, знаешь, только заплатил? У меня заказ. Я и так из-за вас граничников опаздываю. Идем покажу. Слушай, уважаемый, что вы мне там хотите показывать, не понимаю. Может не надо, я не очень люблю этих самых, у меня день рождения сегодня. Сюрприз! Иваныч, ну что ж ты такой слабенький оказался? Я то сюрприз на день народжения сделал, лодку подарил, а ты сразу в обманок. Саня, ты нафига я ее в катафалк засунул? Ну, знаешь, Иваныч, ты бачил, сколько доставка из магазина стоит. А так я зловил першу попавшуюся машину с великим багажником и приехал. Ага, я тебе сейчас падла за такой сюрприз на месте тут расстреляю. Иваныч, ты знаешь, я не люблю этого, ну не надо. Иваныч! Иди сюда! Иди сюда! Иваныч! На троих! Давайте, доктор! Так-так, вот-вот-вот есть, готовы? Да! И... Ура! Что там? Еле-еле вытащил из вас эту отвертку. Ой, спасибо, доктор! Пожалуйста. Спасибо большое! Ой! Хороший мой! Но если это случай насилия, я обязан сообщить в полицию. Вас выкрали? Пытали? Нет, никто меня не пытал. Чего вы боитесь? Этих подонков надо поймать и посадить. Каких подонков, доктор? Ну, которые над вами издевались. Которые гвоздь в руку забили. А... Ну... Да нет, доктор! Нет никаких подонков! Вы что? Ну, как же нет? Ну, кто залил вам клей в дыхательные пути, а? Это сволочи! Это звери! Их поймают и посадят! Да не надо никого ловить, доктор! Вы что? Затем? Ну, как надо никого ловить? Что это? Мистика? Полтергейстер? Парабашка? Их надо поймать! Ну что, доктор, спасли моего гастробайтера? А, приперлась! Что без бахилов-то? Ну, спасти-то, конечно, спас! Но он уперто не хочет говорить, кто над ним поиздевался! Ах, не хочет! Ах, мой крепкий орешек! Как же он вам расскажет, если он сам такой криворукий? Подождите, так это он сам с собой? Да, представьте себе! А я предлагала ему нанять бригаду рабочих, чтобы ремонт сделали! Он говорит, я мужик, я все сам, своими руками! Вот теперь ему самому нужен ремонт! Да какие работы? И что ты несешь? Я сам все сделаю! Доктор, надо будет вы из баски у меня вот этот алмазный круг извлекли! Только я просу вас, пожалуйста, целым! Потому что 68 гривен 43 копейки на дороге не валяются! Понятно? Ну, с диском сложнее! Мы перевязали, мозготечение остановили, а вот извлекать нужен специалист! Да, мать его, так те мозги! Все с ними станется! Круг спасите! Ай, доктор, и все! Саморез все-таки у меня там давит! Можете? Не-не-не, не надо! Саморез выйдет сам! Не, слушайте, не выходит он! Давайте отверткой берите, выкручивайте! Выкручивайте, выкручивайте! Смелее, доктор! Все там! На троих! Помогите! Тяжу на помощь! Стоять! Сидеть! Так, клиент хиленький, барахтается еле-еле! Ну, ладно, якусь, твой! Бегу, родной! Бегу! Ну, шо? Ай, спасибо сказал! Ай, спасибо! Вот мужики, блин! Ему макарон наваришь, он спасибо! И жизнь спасешь, спасибо! Я не за спасибо здесь сижу! Спасите! Помогите! Да ну! Поздаю! Стоять! Сидеть! Так, клиент средний, тоже барахтается среднее! Ну, ладно, Викуль, фас! Бегу, родной! Бегу! Ну, шо? Опять спасибо? Большое спасибо сказал! Да не спасибо! Должно быть у мужика большое! Там человек тонет! Ну, подождите, девушка, сначала уточните, человек или мужчина, и скажите, он симпатичный? Так какая разница, господи, мой муж тонет! А-а-а! Так он еще и женат! А-а-а! Подождите, я не поняла, кто из вас его спасет? Я? Стоять! Че, не видишь? Он женат! Подождите, вы? Вы же спасатели! Вы должны спасать! Ну да, мы спасатели, девушка, но мы в первую очередь женщины, а у наших женщин знаете какой принцип? Твой муж, вот ты спасай! Любимый, держись, я плыву! У нее любимый есть! Не дрейфь! Подождем более крупную рыбу! Ага! О! Ну! Давай! Поперла! Да вы че, совсем оборзели, что ли? Бухаете в рабочее время, даже не прикрываетесь? Кондратич, да не кричи-то! Лучше выпей за мое здоровье! А вот здоровье тебе сейчас понадобится, потому что я тебя сейчас прибью здесь! Кондратич, не имеешь права, у меня сегодня день рождения! Извини, день рождения святое! Давай, давай, давай! Ладно, плесни ко мне! Конечно! Обновить? Ну что ты летишь? Ну, как говорится, чтоб ключ на двенадцать приносил тебе по пятнадцать в месяц! О, красавец! Красивый то! Мужики, только это! Давайте чтоб завтра уже трезвые, свежие! Мне ж мою машину глянуть надо! Кондратич, ну когда мы тебя подводили? Сегодня или вообще? Ладно, поняли! Все сделаем! Сделаем, делаем! Поехали! Поехали! Так я не понял! Вы что, второй день бухаете? Мне что, уволить вас к чертовой бабушке? Вообще-то я хотел смартфон на день рождения, но увольнение тоже хороший подарок! Я не понял! Какой день рождения? Вы что, издеваетесь надо мной? Нет! Я его на один день старше! Мы с ним еще в роддоме познакомились! Поэтому мы работаем вместе! Да! Понабирал вас без трудовых книжек! Даже проверить негде! Ну ничего, я проверю! Проверю! Проверь! Проверь, да! Слушайте, мужики, ну когда же вы машинку мою глянете, а? На то-то мы и мастера! Оно, конечно, между первым и вторым промежуток не большой! Но мы в этот промежуток свою машинку глянули! Глянули! Ага! Ну что, сделали? Ну, молодцы! Молодцы, мужики! Все, ладно, я полетел, мне дел куча! Куда? А тост? Ну-ка! Ладно, плесни на донышко! На донышко, на донышко! Ладно, ладно! Обнови, обнови! Ну, ладно, дядь Палик, чего хочется тебе сказать? Значит, чтоб ключ на двенадцать! Приносил по пятнадцать! А ты что, тоже знаешь этот тост? Догадался! Красивый тост! Спасибо, как раз! Стараюсь! Давай и... Хоп! Все! Я полетел! Только не высоко лети! Над деревьями! Кстати, а ты ему тормоза проверил? Что я вообще-то проверил? Ты тормозами у нас занимаешься! Я... Запомни, я никогда не занимаюсь тормозами! Никогда! КОНДРАТИЧ! Ё-моё! Блин! Хороший угол мужик! Так! Давай! За Кондратича! Не чокайся! Ну вот! Совсем другое дело! Трезвые, свежие! Молодцы! Кондратич! Ну! С днём рождения! С каким днём рождения? Он-то у меня в декабре! Да! Но! Мы тебе забыли тормоза проверить! А ты тут живой! Красивый! Так что у тебя сегодня второй день рождения! Так что давай! Свой тост! Про ключ! Про двенадцать! Тост? Да! Есть у меня тост для вас! Чтоб земля вам была пухом! Уроты! Уроты! Я-я-я-я! Алё-я-я! Алё-я-я! Кондратич! Исходи с тобой! Кондратич! На троих! По обмену опытом? Вот зачем нам это надо? Ладно, приказ министерства, так приказ министерства. Как его зовут? Хершнайдер? Господи, ну и имечка. Хорошо, всё сделаем, примем в лучшем виде. Угу. Спасибо, да, спасибо. Блин. Так. Лен, пригласи ко мне дядю Митю нашего, трудовика. Угу. Жду. Так. Эжик Константиновна, послушайте внимательно. Если бы по поводу того, что Бочко в верстаке застрял, то, ну ёлы-палы, у него своя голова на плечах есть в третьем классе, мужик. А если бы я ему сказал с девятого этажа прыгнуть, ну при чём тут? Да бог с ним с этим Бочковым, дядь Митя, успокойся ради бога. С этим согласен. Послушай меня, к нам по обмену опытом приезжает немецкий учитель труда. Ну? Ну, что ну? Надо встретить, показать нашу школу в лучшем виде. И я тебя богом прошу, ни капли. Не-не, а я же Константиновна, я на такое вообще не подписываюсь. Я же по-немецки не бум-бум. Дядь Митя, от этого зависит наше финансирование. И я тебе обещаю, будет тебе премия. Премия? Премия в двойном размере. Хорошо. Только я тебя прошу, ублажай всеми возможными способами. Хорошо? Понял. Я на тебя надеюсь. Подведи. Гуден так. Гуден так. Вот и Хер Шнайдер. Надежда Константиновна. Да-да, я-я-я. А это Анкл Митя. О, Анкл Митя. Да-да-да, Рокки, Рокки, Рокки. Наденька, ты чего? Он же это, того. В тройном размере. Ну шо, Хер. Шнайдер. Хер с тобой, хотел сказать. Пойдем, покажу кабинет наш трудовой. Ты только эти хэнде-хохи свои подашь от меня держи. А, хэнде-хохи. Юмор, юмор, юмор. Юмор, да. Плиз. Господи, понаприсылай из той Германии всякого. Митя. Бай-бай. Бай-бай. Не переживайте, все будет в лучшем виде. Да. Встретили. Да-да-да-да-да. Сейчас лучший учитель нашей школы проводит ему экскурсию. Не переживайте. Всего доброго. Угу. О господи. Вижу Константиновна, как вы просили, ублажил. Всеми возможными способами. Ты чего, дядь Митя? Ты шо с ним? Того? Того, Наденька. Того? А немец где? Где-где? Курит. После этого дела всегда хочется покурить. Господи боже мой. Шо? Шо-шо. Надежда, майн компас земной. Та тихо ты, Шредер. Ааа. Я думала, ты с ним того, а ты с ним того? Что? Ну так я ж, ёма, делился опытом, передал все, что знаю. Вот такой мужик этот хер. Надя. А в немемся. Ай, мой хорошенький, хорошенький. А это Надя. Надежда, майн компас земной. Слушай, а хочешь, я тебе свой станок покажу? А? Я-я. Я-я. Я-я показаю. Ох ты. Я-я. Надежда. Боже мой. Правду говорят во всем мире. Трудовик – это не профессия. Это диагноз. Здравствуй, дочь моя. Ой, здрасте, батюшка. Шо вам? Какие-то таблеточки от переедания. Активированный уголь или что-то еще. От переедания? От него, каянного. Так грех же переедать. Пост на дворе. Знамо дело, что пост. Знамо дело, что грех. Ну, не для себя вопрошаю. Для прихожан наших. Они не ведают, что творят. Ясно. Что-то еще? Какое-то средство от похмелья. От похмелья? Именно. Понимаете, это грех, как бы. Знамо дело, что грех. Но, опять же, не для себя. Для прихожан наших, которые злоупотребляют кугором нашим церковным. А он у нас, ох, какой рьяный. Вот это все, батюшка? Нет. Еще контрацептивы нужны. Контрацептивы? Именно. Дайте догадаюсь. Для прихожан, да? Акстись, дочь моя. Для рассады мне нужно. Угурцы я высаживаю каждый год. Какие вам? С пупырышками. Лучше всего они подходят. Хорошо землю рыхлят, и никакая бактерия к корнеплоду не пристанет. Сколько штук? Тридцать. Три грядки у меня. Ясно, батюшка. Все с вами ясно. Что ясно? Четыреста гривен с вас. Как знал, ровно четыреста. Опять в приходе будут обзывать пророком. Здрасте, батюшка. Здравствуй, сын мой. Вы здесь? А я вас в приходе жду. Воспитанник мой. Угу. Так, вино уже привезли. Ну и студенты приехали исповедаться, причаститься перед венчанием. Сейчас пойдем. Ой, так у вас... Завтра свадьба. Я понимаю, что в пост нельзя, но так получилось. Так получилось. Ой, батюшка, я смотрю, и вы на рассаду взяли, да? Уже? На рассаду. Лучше бы я тебе рассказал, для чего они на самом деле нужны. Батюшка, извините меня, я неправильно все поняла. А вам презент от фирмы, как молодой паре. Поздно уже. Презенты такие им. Они скоро к вам за памперсами придут. А для рассады как раз годится. До свидания. Спасибо. До свидания. Извините. Идемте, Батюшка. Всего хорошего. Доверять нужно людям. Доверять. И в церковь ходить. Давно я тебя там не видел. Схожу как-нибудь. Схожу. Виктория Сергеевна, а может быть, вы как-то без меня справитесь? А может быть, я тебя уволю? Нет, 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 нет. Я не хочу этого. Знаете, у меня жена, конечно, не очень. А вы очень. Я даже готов ей изменить ради работы. Но ваш муж... Да успокойся ты, тебе не надо никому изменять. Не дай бог. Понимаешь, мой муж не обращает на меня никакого внимания. Весь в своем бизнесе. Да, да, да. И Егор Григорьевич известный бизнесмен. Мы все его хорошо знаем. Но объясните, зачем это вам нужно? Потому что я хочу, чтобы он меня приревновал. Понимаешь? Чтобы ты собирал моего любовника. Да. Может быть, тогда он обратит на меня внимание. Потому что у меня уже месяц не было. У меня два. И что? И что? Давай залезай, потому что он скоро придет. Что? Что прямо вот уже? Давай лезь, говорю. Ну куда в одежде? Ой, ой. Господи. Извините. Ладно, давай уже так. Носки оставь. Оставь. Ага. Ага. О, дверь открывай. Ага. Что? Давай стони. А? Стони, говорю. Да кто так стонет? У тебя как будто нога в капкан попала. Так я... Эротичнее надо. Эротичнее. А сейчас я из фильма. Знаете, я один фильм смотрел. Сейчас. Я-я. О-е. Я-я. О-е. Ладно, молчи. Лучше я сама. Да. А-а-а. О, Боже, да. Ты классный. Ты лучше, чем мой муж. Да. Давай. И еще. А-а-а. По поводу любовников, Егор Григорьевич ставил четкой инструкции. Застукаю. Покалечить, чтоб в больницу попал. И от вас не мешал. Слушай, мальчик. А тебе не кажется, что ты слишком далеко от меня находишься? Не хочешь поближе? А то вдруг со мной что-нибудь случится, а? Логично. Логично. Я Егора Григорьевича еще никогда не подводил. И сейчас не подведу. Ага. Ого. 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 О, Боже, как хорошо. Да. Мой муж набирает себе в охрану настоящих мужчин и прекрасных любовников. Что? Каких любовников? Где любовник? Вот он, по поводу любовников были четкие инструкции. Сейчас я его его делаю. А-а-а! ЛАПРЫ... Настоящих мужчин, но полных идиотов. Здесь раз. У вас огонька не найдётся? Дай секундочку. Сейчас добью этого урона. И-и-и-и! Так что, господин медицинер, может, меня отпустим уже? Я больше так не буду. Честно? Честно? Ладно. Давайте мизинчик. Давайте, давайте, не бойтесь. Мирись, 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 и больше не дерись. А если будешь драться, я буду кусаться. Кусаться. Ага. Всё? Я могу идти? Ну, конечно же, нет. Как нет? Вы совершили преступление, а ведёте всё как ребёнок. Так, у меня же уважительная причина была. Интересно. И что же это за уважительная причина, чтобы в 2 часа ночи разбить витрину супермаркета и ворваться туда? Трубы горят. Да я вообще не пьющий. Мне просто клубника нужна была, срочно. Да если бы презерватива, я не знаю, я б тебя понял как мужчина. Но клубника-то тебе в 2 часа ночи зачем? Так это жена у меня. Жена. И что она, не могла до утра потерпеть? Э-э-э, потерпеть вы даже это слово при мне не говорите. У меня на него уже аллергия. Что у тебя с женой твоей? Она у тебя нормальная? Да нормальная, просто беременная немножко. А, и что? Ну что, что? У вас что, своих детей нету? Есть. И что вы не помните, как она их вынашивала? Ну, я тогда на работе постоянно был. Счастливчик. А я вот недавно принес ей булочку с яблочным джемом вместо вишневого. Так она сразу же документы на развод подала. Ну, в любом случае, теперь 15 суток придется твоей жене самой себе булочки покупать, клубничку, а ты здесь посидишь. А можно последнюю просьбу? Какую? Вы бы не могли предупредить жену мою, что не будет меня 15 суток. Ладно, предупрежу. Давай номер. Она мобильным не пользуется. Боится, что на ребенка это воздействует. Поехать надо к ней. Ладно, поеду. И заодно клубнички купите. Ты не наглей. А то и жену твою заберу. Клубника, конечно, так себе. Это польская. А я люблю больше голландскую. А вот польскую надо кушать со сливочками, да. Именно со сливочками, которые продают тете Света. Она выходит каждое утро. Да тихо вы! Мужик, да как ты с ней живешь? Я не понимаю. Я две минуты ее слушаю, у меня уже голова раскалывается. Первый месяц, конечно, было тяжело. Я даже думал застрелиться. А потом ничего. Втянулся. Втянулся. Да что? Пирожок с яблоками? Ну да, с яблоками. Вы же сами хотели. Теперь я хочу с вишней. Что готовиться нельзя было, что ли? Что я хочу с вишней. Хочу, хочу, хочу. Лучше купить ей с вишней. Потому что не я на 15 суток сяду. А она на 15 лет за убийство милиционера. Да как же ж? Я же ж это... Любимая, а ты не могла бы мне передать вот те ключики от двери, а? Ты что, издеваешься? Ты что, не знаешь, что мне есть? Я тебя жалову поднимать! Прости меня, пожалуйста, я идиоткий тугодум. Да... Ну ты кушай. Тебе нельзя нервничать. А я же тебе нервничала, что ли? На троих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова